В этом ролике разберем такое понятие, как модуляция, применительно к газовому оборудованию. Вообще, газовики любят использовать этот термин. Согласитесь, звучит солидно. Газовая колонка с модулирующим типом горелки. Или у этого котла используется ионизационный принцип модуляции. Но ничего сверхсложного в этих понятиях нет. Сейчас вы сами во всем этом разберетесь и думаю, информация эта вам пригодится и будет полезной. Вообще, про модуляцию мы, как правило, первый раз слышим в школе на уроке физики. И если по-простому, то этот термин означает процесс изменения одного или нескольких параметров при помощи задающего параметра. А применительно к газовому оборудованию это автоматическое изменение его мощности, то есть мощности горелки, по сути высоты пламени, в зависимости от условий работы с целью поддержания постоянной заданной температуры, что означает изменение условий работы, то есть параметров. В нашем случае это изменение давления газа, но это не так часто происходит. И в основном это изменение расхода воды. Если в традиционной колонке, ну так называемой, с фиксированной мощностью, расход воды увеличится, ну то есть вы купаетесь, а в кухне кто-то открыл кран, то температура воды на выходе уменьшается, то есть и у вас в ванной и на кухне вода станет немного холодней. В колонке с модулирующей горелкой, при таком раскладе, газовый клапан открывается сильнее, пламя увеличивается, причем именно настолько, чтобы не дать упасть температуре. И противоположная ситуация. Вы купаетесь, кто-то смыл унитаз, холодная вода набираясь уменьшила поток горячей, в простой колонке пламя как горело, так и горит, но воды через нее стало проходить меньше, а следовательно она стала нагреваться сильнее, а в модулирующей пламя уменьшилось, тем самым сохраняя постоянную температуру. Такую систему, относительно конечно, можно сравнить с автомобильной, кондиционер и климат-контроль. Во втором случае просто выставили нужную температуру и все. Модуляцию можно разделить на виды. Это ступенчатая и полная, и электронная, ионизационная и гидравлическая. В газовых колонках в подавляющем большинстве используется именно гидравлическая, где шток водяного блока управляет величиной открытия газового клапана, а значит мощностью горения. Какую колонку выбрать? Как говорит реклама, модуляция дает значительную экономию газа. Лично я со словом значительно не согласен, ну и так показывает практика, по крайней мере я так считаю. Также колонки с модуляцией несколько сложнее, а значит увеличивается вероятность поломок. К тому же они ощутимо дороже и дороже их обслуживания. Кстати говоря, процесс модуляции не такой уж и идеальный, он не может происходить мгновенно, скачки температур будут чувствоваться, ну какое-то непродолжительное время, но все-таки будут. Лично я, с учетом цены, с учетом жесткой воды и сервиса, ну за традиционную колонку, если вы живете не совсем в глуши, не сильно ограничены в средствах и любите комфорт, то колонка с модуляцией это однозначно ваш выбор. Надеюсь информация была интересна и полезна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова